Здравствуйте, с вами снова я, и мы продолжаем изучать PHP, объектно-ориентированное программирование. Сегодня рассмотрим 7 тем, каждая из которых в принципе может показаться не такой большой, но каждая требует осознания. Давайте переходить в ЭДЕ, я буду каждый урок доделывать наши предыдущие наработки. В прошлом видосе мы с вами запускали автомобили, останавливали их, создавали наши машины и сказали, что создавши одну машину, нашу, кар, мы можем определить ее марку, определить ее цвет, максимальную скорость, ну и вообще кучу разных свойств, которые мы сами придумаем. Теперь давайте скажем, что нам нужна не одна машина, а скажем 20 таких машин, конкретно вот одинаковых. Именно таких, то есть для того, чтобы сейчас на данном этапе нам создать 20 одинаковых машин, нам надо взять вот этот код и скопировать его 20 раз. Вот так. Ну, продолжать не буду. Скажем так, не особо читабельный. Поэтому для удобства и не только, в ООПе есть такой метод, называющийся конструктор. Что это такое? Конструктор это метод, который вызывается первым в момент создания класса. Вот эти скобки, которые стоят после имени класса, круглые, это и есть обращение к конструктору. То есть вот эта запись по факту есть обращение конструктору класса. Точно так же, как мы обращаемся к методу move у объекта car, точно так же мы обращаемся к методу construct при создании объекта. Что значит обращаемся к методу construct? Это значит, что где-то в самом классе он должен быть. Но вы можете сказать, подожди, мы же его не прописывали, не записывали, ничего вообще с ними делали, никаких тут констрактов у нас нет. У нас есть move и stop и все. Это да. Но даже если мы не прописали метод construct, наш конструктор, он все равно подставится дефолтный. То есть как вообще выглядит метод construct? Это точно такой же метод. Пишем public function, два двойных подчеркивания, construct. Вот эта запись, вот эта, является переопределением дефолтного стандартного конструктора. Вот эта запись, аналогично дефолтному конструктору. То есть вот так подставится дефолтный и он ничего не выполнит. Вот так мы его переопределили, но он пустой. То есть что так, что вот так, у нас ничего не поменяется. Мы можем в этом, в принципе, сами убедиться, перейдя и запустив наш скрипт. То есть у нас была машина, стояла, поехала, ну в общем, да. В чем преимущество конструктора и вообще что он может делать. Так как мы при создании машины раньше создавали какую-то аморфную машину, а потом туда передавали, переопределяли параметры, то сейчас, имея метод конструктора, мы можем сказать, что в момент создания объекта, давай-ка ты нам присвой все вот эти параметры сразу. То есть мы в момент создания машины уже можем сказать, мы хотим конкретный автомобиль. То есть как это примерно выглядит. Точно так же, как мы использовали аргумент в методе move, мы можем сказать, что в методе construct, метод construct будет принимать у нас бренд, цвет и максимальную скорость, max, speed. А здесь мы скажем, this, как я и говорил, это псевдопеременная, указывающая на объект, с которым мы сейчас работаем, this, бренд присвоить бренд, this, color присвоить color и максимальную скорость присвоить максимальной скорости. теперь мы можем, вот видите, у нас сразу IDE подсвечивает, что все вот эти параметры являются обязательными. Запись необязательных параметров осуществляется следующим образом. то есть мы указываем, что бренд по дефолту стоит у нас, давайте ладно, давайте не нул, давайте скажем BMW, BMW, color red, ну и max speed наши 240 километров. если мы теперь вот это уберем, наша IDE больше не ругается, что у нас параметры указаны, не указаны, вернее, обязательные параметры, если мы сейчас, скажем, давайте, чтобы было виднее, поставим здесь 80 и раскрутим. получили через конструктор вот здесь, получили такой самый объект, который мы получали ранее. ну, только у нас теперь скорость 80, начальная. если вот такая запись, вот эта, бренд BMW, она аналогична вот такой записи BMW, то есть как мы писали ранее. то есть мы здесь указывали red и указывали максимальную скорость. теперь давайте уберем. по факту мы можем здесь не убирать дефолтные параметры, но для наглядности мы это сделаем. и вот здесь уберем, то есть у нас конструктор, он принимает марку, цвет и максимальную скорость. ну, вот подсвечивает, что у нас не определены параметры. давайте определим. то есть мы прямо в конструктор, вот в этот, в эти круглые скобки пишем BMW, red, что-то мне хочется все с большой буквы писать сегодня день капса, и 240. новая машина, новая машина станет BMW красного цвета и 240. если мы захотим mercedes или там mitsubishi, toyota и honda, допустим, то напишем honda black и тут 300. проверим. оп, у нас осталось honda black и 300. теперь создать 20 объектов одинаковых, это просто 20 строк. ну, как бы достаточно очевидно, что это удобно. то есть тогда нам приходилось писать в 4 раза больше строчек. ну, это honda black, соответственно, если мы здесь, ну, естественно, переменные должны быть разные, конечно же. если мы хотим получить переменные, указывающие на разные объекты. вот таким образом используется конструктор. вот здесь в конструкторе обычно используют, в принципе, только параметры, только заполнение параметров. ну, и часто также используют и какие-нибудь методы, которые уже описаны в нашем классе. ну, а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. до новых встреч!